И среди мужчин, и среди женщин закономерности те же самые. Мужской голос, то есть бас, баритон, тенор, не влияет на продолжительность жизни. Не различается их продолжительность. Сопрано живут дольше, чем меццо-сопрано и чем контральто. О продолжительности жизни музыкантов я начал говорить. Там на первом месте стоят орфейстки, следом за ними клавесинистки, дирижеры. И долгожительство, то есть доля людей, доживших до 90 лет, соответственно, также в этих группах. Мы посмотрели, какие еще факторы влияют на продолжительность жизни музыкантов. Вот оказалось, что прижизненное признание это фактор, который существенно увеличивает продолжительность жизни. Мы сравнили продолжительность жизни народных артистов России, Российской Федерации и Советского Союза с продолжительностью жизни прочих людей, представителей такого жанра. Там колоссальные добавки, причем во всех категориях. Это и классические певцы, и эстрадные певцы, и артисты, и режиссеры, и дирижеры. До 15-20 лет. Добавочно? Добавочно вот это звание увеличивает настолько продолжительность жизни. Какое звание, простите? Народный артист Советского Союза. А заслуженный? А заслуженный нет. Не продлевает. Специального анализа не проводили, но складывается такое впечатление. Но, согласитесь, что звание народного артиста это не показатель творчества. Это показатель именно прижизненного признания. И вот мы попытались взглянуть на проблему с другой стороны. Мы посмотрели, как долго живут чистые поэты, чистые писатели и те, которые смешивали творчество. То же самое по отношению к композиторам, дирижерам и дирижерам-композиторам. И вот здесь вектор оказался совершенно в другую сторону. Ну, вы, наверное, согласитесь, что поэзия и композиция это процесс более творческий, чем дирижирование и прозаическое писание. Так вот, и поэты, и композиторы жили существенно меньше, чем их соратники, писатели и дирижеры. Это относилось и к мужчинам, и к женщинам. Если совмещаешь дирижирование с литературой? Нет. О литературе сейчас мы скажем отдельно. Или дирижирование композитов? Чистый дирижер, он живет гораздо дольше, чем композитор. И дольше, чем композитор-дирижер, который совмещает то и другое дело. То же самое относится и к литераторам. То есть, градации чистый поэт, поэт-писатель, чистый писатель. Жизнь укорачивается. Совсем недавно, только для последней презентации мы это подготовили, мы посмотрели, а что происходит с литераторами и с музыкантами, если они начинают заниматься смежной специальностью на профессиональном уровне. То есть, что с продолжительностью жизни литераторов, если они еще и профессиональными музыкантами становятся? Как вы думаете? Они становятся авторами-исполнителями. Нет, речь идет не о вот этих выделенных группах. Это ни барды, ни рок-музыкантах. У них усиливается двойная нагрузка на весь организм. Они начинают курить еще больше, чем просто, когда писал музыку. Ну вот просто, если женщина-литератор начинает профессионально играть на фортепиано. Профессионально играть на фортепиано. То есть, она разгружается за инструментом, вот ум, когда пишет... Таких женщин я нашел всего четыре. Средний возраст их 30 лет. Это умырши? Да. А в целом, когда мы посмотрели на всю статистику, то такие совмещенные обстоятельства, они сокращают продолжительность жизни мужчины на 8-9 лет, женщины на 15-17. То есть, сжигая. И при этом в 3-5 раз повышается частота смертей от несчастных случаев. И все это невероятного уровня значимости, статистической значимости. Вот мы посмотрели распределение продолжительности жизни среди всех музыкантов и среди рок-музыкантов. Вот можно вернуть предыдущий... Предыдущий кадр? Да. Вот. Смотрите. Это распределение продолжительности жизни всех музыкантов. Обычное нормальное распределение. Следующий кадр. А вот это распределение продолжительности жизни рок-музыкантов. И вот этот вот пик, который мы видим, это клуб 27. Помните, что это такое? Нет. Это клуб музыкантов, умерших в 27 лет. Последней туда вошла Эмми Вайнхаус. Вайнхаус, да. Это очень убедительно. Ну, то есть, понимаете, молодой человек более безответственный, наверное, к себе, по отношению к своему организму. Ну, именно в 27 лет. И этот возраст, как вы видите на графике, он втрое, в пятеро более опасен, чем все остальные. И ранние, и более поздние. Здесь мы прикасаемся к вещам, о которых можно пока только, ну, предполагать, фантазировать. Ну, вот 40 лет, говорят мужикам, не советуют праздновать юбилей. Почему? Это что? Цикл какой-то... Я вот так себе позволил, чисто, тупо, как певец, да. Какой у вас голос? Я тенор. Я потом спрошу, как долго тенорам осталось жить. Я, смотрите, подумал, что берется за основу почему-то 100 лет, да, век. Взялся, да, ну, кто-то там придумали. 100 лет. Потому и 100, что век. Да. Да, и из этого 100 разделить на 5 по 20. Да, по 20 лет. 5 циклов. Я не знаю, почему 5 можно было поделить и на 6, а на 7, да. Ну, ровнее так, 5 получается, да. И всегда говорят, о, 20 лет у него переходный возраст. Да, все люди говорят. А 40 лет у него пошел кризис среднего возраста. 80 лет он достиг зрелости. 60, это уже все. Это двойной кризис. Считай, сколько осталось. Жизнь только начинается в 6 лет. Сколько отсчет пошел обратно и думаешь, сколько же осталось. Начинаешь бояться, когда рядом патроны, снаряды все рвутся и рвутся. И ты теряешь друзей и начинаешь думать. На небо чаще смотреть и думаешь, что рок-музыку слушать. Вот я слушаю в наушниках рок-музыку. Ищу в ней какой-то отдых от всего, от всяких там, от новостей. От неприятных там восприятий. А мы сейчас закладываем опыт, в котором в экспериментальных условиях будем смотреть, каким образом влияет музыка классическая, мы выбрали Моцарта, и рок-музыка. В одинаковом уровне звука. И посмотрим, как растут экспериментальные опухоли. Как растут опухоли в пробирке. Каким образом ведут себя и как живут экспериментальные животные. И вот думаю, что результаты этого большого эксперимента нас многому научат. Друзья мои, а у нас есть звоночек первый. Да, примем его, да? Как скажете. Здравствуйте. 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 Очень актуальная тема. Вот сразу пытаюсь сделать какой-то выбор из вашей информации. Значит ли, чтобы продлить жизнь, нужно еще и научиться рисовать, если есть какие-то способности. Это первое. И второе. Вот имена называть не буду, может, они колесят по России еще, эти граждане. Но одно время в Петербурге были очень модны такие концерты, музыки, которые били терапевтический эффект. И на этом делалось как бы акцент. Вот как вы к этому относитесь? Насколько это обман или нет? Да, спасибо вам большое. Спасибо за звоночек. Хороший вопрос, потому что действительно многие такие, я знаю, там, и тоже фамилии не буду делать, да? Я знаю, что доктора такие, которые по третьему каналу теперь все передачи идут, да? Все, которые они там предсказывают и прочее, прочее. А некоторые говорят, вот собирайтесь, мои песни, они лечат. Такие люди, как правило, ну, лукавят, вы совершенно правильно называете. Потому что влияет музыка, безусловно влияет музыка. Но как только человек выходит с этим лозунгом и говорит, вот я вас сейчас буду лечить, а вы вот сюда складываете деньги, этому человеку я не думаю. Правильно, потому что добавляется уже сразу точная наука, математика и там еще что-то такое, да? И все, теряет смысл, вот теряет вот этой мистификации. Ну, вот мы там говорили, я же говорю, я половину слов уже стал забывать после шестидесятилетия. Ну, вот, ну, то есть я говорил вам, что я согласен где-то, вот физик у меня когда-то был, давно уже надо будет проверить, как он жив-здоров, который научил меня, там, уверовать в то, что мы состоим из воды плюс-минус еще каких-то формул, да? Каких-то солей, кислот и прочее, прочее. И это есть мы, да? И насколько, ну, вот мы сейчас говорим, мы ни разу сегодня не сказали рак, да? Мы ни разу не назвали это слово, но насколько рак избирателен? И как, как кто-то попадает, как кто-то из друзей, 36 лет артист, у меня там Сережа Савченко, да, 36 или 38, недавно Славу похоронили Полосьмакова, 40 там, 8 лет. Ну, в общем, молодые люди, жить бы и жить, творить и творить. Есть детское отделение в нашем институте онкологии. Даже детское, то есть, вот... Были дети, даже навороженные бывают. Вот, я и хочу сказать, если вот кто-то там говорит теоретике, или как они, не математики, гуманитарии говорят, вот он, Бог, это он решает, там, кто... Я склонен верить, что Бог, это там, Вселенная, да? И что, кому, как, отведено, на почему так? Вот мы с вами гипотезу выдвигаем, что рокеру 100 кому... Руководитель отдела канцерогенеза. То есть, канцерогенез, это откуда берутся опухоли? Ответ простой. Часть опухоли связана с генетикой. Это очень небольшая часть, до 30%. Все остальное образ жизни. Генетика, можно вот сейчас, пока еще дальше, до образа жизни. Генетика. А как далеко она... Вот как далеко нужно бояться своей генетики? Там, пра-пра-пра, или достаточно там бабушки, мамы? Я думаю, что это достаточно далеко. В ряду поколений передается предрасположенность к некоторым видам. Там, где-то может быть, потом они все здоровые-здоровые, а сюда прийти в наше время. Может быть такое. Ну, это редко достаточно. В основном, 70% всех опухолей связаны с образом жизни. Это курение. Все знают, что курение вызывает рак. Продолжают курить. Алкоголь. Переедание. Некоторые лекарства. Последние два, вот это я вот, хочу все это делать. За все приходится платить. Хорошо. Переедание. Ладно. Предположим, сядем на одну воду, H2, SO4, и две вот этих только молекулы будем себя погружать. Вот тогда тоже молекулы, если SO4, то плохо будет сразу. Или там, H2O. H2O будем три. Это будет плохо. Две этих самых. Просто все хорошо в меру. Каждому виду животных, кто человек, а человек тоже животное. Часть животного мира. Отведен определенный срок. Человеку 120 лет. Отведено. И дожить до них может тот, кто правильно ведется. Бабушки там монахи, тюбецкие или какие-то есть бабушку показывают. Она недавно только умерла на 110 лет ей было. Она всю жизнь курила какую-то трубу длинную. Вот Жанет Кальма, францужинка, которая прожила 122 года, 164 дня. Это официально зарегистрированный мировой рекорд продолжительности жизни. Больше никто не прожил. Все остальное сказки. Или недоказанные заявления. А вот актер, дай бог ему еще долго-долго жить. Вот образец вообще. Это инопланетянин, что ли? Ну, таких много достаточно. И такой свежий, не старник, а вообще только прожилой, как 60-летний. В нашей базе 1230 человек, которые прожили больше 110 лет. По миру собраны. Сколько лет? Больше 110. Это называются сверхдолгожители. А вот почему некоторые ученые говорят, что... Давайте отвечим сначала на звонок, а потом продолжим про долгожители. Спасибо.